Собралась в магазин, даже заворуденит. Так, лифт пришёл. Краситься не стала. Не знаю, краситься вечером, пульс не краситься. Я же всё равно пусть сяду в десять почти, спать лягу сразу. Лёша окрасится. Наверное, в этой куртке поеду, в Ашкирию. Там будет где-то градусу 10-11. Только в день отъезда немножко похолодает. Ночью, может быть, до минус пяти. Надеюсь, не замёрзну. По крайней мере, под низ одену сразу. Под штаники и футболку. Вот, в которых в поезде переодеваюсь. Может, сразу я себе всё одеть, чтобы замёрзнуть. Так, ладно, я в магаз. Первый. Всё, затарилась, сходила в магазин. Не знаю, сколько килограмм одна сумка весит. Ну, наверное, 4-5. Точно килограмм 9 попёрла. Всё, приехала. Так, время без 23. Мне выходить крайний срок 8. То есть, ещё 5 с половиной часов. Сходила в магазин, купила продуктов. Так, вот яблоки купила. Помидорок розовых, штук 5. Огульцы штук 5. Бананы 4. Так, 2 овощей. Козуморозный вот лобцок. Ещё 8 овощей. Малюкс закончился, купила. Вот эту посуду мыть лимон тоже. Курицу купила. Бёдрышки сейчас сварю. Так, десятки ещё взяла. Сыр адыгейский. Кот такой любит. Вот ещё сыр российский. Масло купила. В доме масла нет. Сметану 15% взяла. Кот любит. Я уезжаю. Кот будет есть. Так, творог пачку взяла. А вот это вот мне в поезд я взяла. Вот, бегланч. Пюре с курицей. Лапша куриная. Сыр. Ассорти я вот такой люблю. Я грибной люблю, но там не было грибного. Вот ассорти было. Колбаски взяла. Упаковочка итальянская. Солянник. Вот такой вот поезд. Кстати, я купила хлеба. Но дома есть чёрный хлеб. Я, наверное, возьму там пару кусочков. Потому что как-то... Можно, конечно, без хлеба обойтись. Может, возьму пару кусочков. Печенье купила. Вдруг там чай захочется. С яблоком и корицей. Там... Там лёная в печи. Коломенский пачку взяла. Водичку одну взяла. Я думаю, мне хватит. Если что, там поезд... Налью сюда в поезде воды. Так, всё. Теперь чек. Потратила я на всё вот это... Ещё два мороженого в шоколадной морозилке. Вот на всё на это я потратила 2 800. Многовато, конечно. Но если учесть, что у нас был пустой холодильник, мне ещё с собой в поезд брать. Так, два пакета 8 рублей. Вот эти сами пакетики. Бананы 88, 40. Я округляю. Яблоки 163. Помидоры 130. Бёдрышки вот эти куриные 225. Огурцы 130. Для посуды средства 60. Пималюк 75. Мороженое 2 штуки. Мороженое что-то дорогое. По 95 рублей. Так. Суп из цветной капусты 120. Овощи 80. Вода 50. Нет, 28 вода. Роллтон. Куриная лапша 50. Творог 74,90. Сырки 110. Сметана 88. Вот эта картошка куриная 50 рублей. Салями 200. Печенье 40. Яйцо фасованное 100 рублей почти. Сыра дагестки 213. Кусочек. Сыр российский 140. Масло вот это пачка 470 рублей. Там 2 пачки в этой пачке. Дорого, блин. Ни хрена себе масло как подорожало. Так вот это. Одна вот эта пачка, блин, ничуться цены. Прикиньте. Вот это одна пачка масла почти 500 рублей. 470. Ужас какой-то. Надо прекращать масло есть. Это невыгодно. Так. Сейчас я мороженку с чаем. Буду бедрышки. Сейчас бедрышки варить. Положу сюда. Так. Всё. Ну, всё. Продуктами запаслась. В принципе, я в дорогу не так многое беру. Вот колбаса, сыр. Лапша, картошка, вода, печенье. Всё. И вот ещё из этого я возьму... Банан, наверное, не буду брать. Я, наверное, возьму одну помидорку, один огурчик, два яблока. Банан, наверное, не буду брать. Один дома съем сейчас вот и всё. Ну, вот. Всё. Такой вот расклад. Запаслась продуктами, называется. Хотела две водички взять. Неохота таскаться. Перебьются. Если что, там, налью в поезде. Кипяток в сакане охладиться. Перелью бутылочку таскаться. Нафиг. Вот ещё, может, пару яиц возьму вечером. Съем в поезде. Не знаю. Сейчас подумаю. Ну, хлеб есть. Вот тут пару кусочков возьму. А может, и не возьму. Ну, колбасу с чем есть? С картошкой. На бутерброд хлебушек. Может, пару кусочков возьму. Вот такие дела. Затарилась я продуктами. Время три часа. Поставлю сейчас бёдрышки варить. Мультиварку закину, гречку ещё сварю. Но это я не себе, чтобы была еда в доме. Я же уезжаю. Так, значит, кашу мультиварку. Здесь бёдрышки. Вечером поедим лапшу. Ещё вот тут в ковшке потом лапшу заварю. Поедим. Вот эти овощные смеси я не буду готовить. В принципе, он может сам сварить потом. Вот в ковшке так же. Нальёт бульон отсюда. И смесь там. Пару горсей. Будет суп. Даже не надо ничего. И картошку чистить ничего. Так. Всё. В общем, я ещё хотела полежать часок. Не знаю, получится или нет. Всё-таки надо что-то сварить. Чтобы еда была в доме. Сейчас, может, через часок-полтора лягу. Полежу часок. Потом буду собираться уже окончательно. На улице сыро. Хорошо, что ещё отопление дали. В доме тепло более-менее. Но на улице сыро. Вот окно приоткрылось чуть-чуть. Батарея тёплая. Вот батарея. Горячая даже. Бельё не сохнет в ванной. Хотя там батарея есть. И вентилятора даже два включила. Вентилятор есть. Вентиляция включена. Ещё один вентилятор поставила. Мне хотела в этой синей кофте поехать. Она у меня сушится. Только наполовину там не досохла чуть-чуть. Не знаю, до восьми вечера высохнет. Нет. Короче, сейчас приготовлю покушать. И, наверное, лягу полежу часок. Не знаю, дождь ещё будет сегодня или нет. Может, часа в три-четыре будет ещё немножко. Сказали, к вечеру похолодает. Пока 14 градусов. Так, ладно. Значит, сегодня у меня поезд. Вечером я снимать уже не буду в поезде. Потому что, ну, темно уже. Чё там, в 10 вечера чай попьём, да спать. Утром проснулась. Может, с утра поснимаю. Или там в Самаре на платформе. Не знаю. Надо будет в Самаре на платформу выйти. В 11 в Самаре будем. Я выйду, куплю мороженое. Я всегда покупаю в Самаре. Мороженое вкусное. Такой баночке, как сметана, как половинка. 150 рублей, по-моему, стоит. Я грильяш беру. Люблю грильяш. Но оно там бывает. Вот ореховое. Я ореховое беру. Бывает шоколадное, клубничное. Там ещё какое-то бывает. Не знаю. Может, белое, ванильное. Мне с орешками нравится. И завтра по Москве где-то в 5 минут 26-го. По Москве. Завтра в 6-м, начале 6-го буду. Нет, в 5 буду уже там у себя в Белебеге. Но по-местному это 7. Не помню, во сколько поезд. По-местному пол-седьмого, что ли, приходит. Пока доеду до города. Там от вокзала пригорода. От этого там ехать минут 30. Там километров 20. Станция не в городе, а в другом посёлке. Станция Аксакова. Там автобус прямо возле вокзала. Сотка, по-моему, идёт как раз до гостиницы. Вот с торца гостиницы остановка. На следующий день я завтра вечером приеду. 9-го. А 10-го... Ну, где-нибудь в обед. На час там... Поеду, мать навещу, посёлок там ехать. Ну, там километров 27. Автобус каждый час ходит. По-моему, 110-й, 101-й. Я всегда путаюсь. Или 100-й. В общем, разберусь на месте. Надо ещё узнать, как сестра с племянницей работают, чтобы заодно к ним зайти. То есть надо, если они... Ну, племянница, либо она по 12 часов, наверное, работает. Семи до семи. Тут не знаю, утро или вечер. А сестра... Или до двух, или после двух, до восьми. В общем, надо узнать, как они работают, чтобы к ним зайти. В какой-нибудь день к ним тоже зайду. Я там буду всего три дня полных. Не знаю, к тётке. Хотелось бы ещё тётку навестить, но я не знаю, поеду я к ним туда или нет. В старую часть посёлка. Туда, во-первых... Ну, если пешком идти полчаса, и вот этот мост через железную дорогу, он далековато всё-таки от остановки, где я выхожу. Вот. И нужно идти как бы вперёд, потом назад. А если через железную дорогу, то это опасно. Я чуть боюсь там ходить. Вот. А транспорт в посёлку ходит очень редко. Такий интервал сумасшедший. Автобус ходит раз в два часа. То есть... Потому что раз я приезжала, я к ним не поехала. Ну, во-первых, потому что я тётку встретила в автобусе. Она, оказывается, в больнице лежала в Белебее, в городе. И... А я ехала к матери в автобусе. Только приехала. На следующий день еду. И тётка садится на горбольнице. Я, короче, её... Она говорит, а меня из больницы сегодня выписали. Ещё одну не хотели отпускать. Я говорю, ну вот, говорю, я тут как раз еду с тобой. В общем. Я её увидела. И я, короче, пошла к своей матери. Она к себе. Ну, человек больной из больницы. Плохо себя чувствует. Человек к ней попросит гостей. Я не пошла. Ну, я так к ним и не пошла. И в этом году не знаю, пойду или нет. Во-первых, мне ходить тяжело. Транспорт ходит редко. Да и она вся тоже больная. Я так поняла, что она даже в магазин не ходит. Вот так придёшь, будешь там у ворот стоять. Она, наверное, даже не может выйти. Ворота открыть, дверь входную. Еле ходит тоже. Постарше меня на 8 лет. Еле ходит. Тоже вся больная. Я больная. Все старые больные стали резко. Ну, что, все пенсионерки. Здоровье уже не то. У кого как. Как говорится, всем седьмой десяток. У меня тоже слегка перевалило. Вот. Уже страшно подумать. Седьмой десяток. За шестьдесят перевалило. Кошмар. Когда-то полтинник казался, что страшно. Сейчас уже седьмой десяток разменяла. Тётки шестьдесят восемь. Вот сестра моя дворона. Она, конечно, старая родная помладше, конечно. Ей пятьдесят семь будет только в этом году, в ноябре. И она с первого декабря идёт на пенсию. Как многодетная она два года раньше. Ещё повезло. А то бы ещё до пятидесяти девяти бы работала. Так, всё, ребятки, пойду я. Следующее видео, наверное, будет уже из Белебея откуда-нибудь. С поезда поснимаю. Может, что выложу. А может, уже Белебея выложу. Следующее видео будет уже из Башкирии. Всем пока. Поезд у меня сегодня вечером. Завтра там буду вечером. Двадцать один час поезд идёт. Отдохну. Там отосплюсь в поезде. А то что-то в последнее время плохо сплю. Ладно, всем пока. Надо делами заниматься и собираться. Продолжение следует...